Думаю, самое время рассказать об этой истории, потому что Академия Амбрелла отличается от того, что мы знали о супергероях раньше. Сериал помогает глубже погрузиться в тему. Можно просто опустить скучные вещи относительно того, каково это быть героями, и решать их проблемы. Всё о нашей безумной семейке. Я усыновил шесть детей. Они обладают силами, каких нету у других. Я дарю вам Академию Амбрелла. Я играю Лютера Харгривза. Он номер один. Его герой Космобой. Я играю Чачу, убийцу-путешественницу во времени, мой партнёр Хейзл. Я играю Ваню Харгривз, номер семь. Она принадлежит семье Харгривзов, но способностей у неё нет. Эллисон Слух обладает способностью изменять реальность, заставляя людей принимать другие решения. А я номер четыре. Клаус. Я вижу мёртвых людей и всякое такое. Я номер два. Эм... Диего Харгривз. Я номер пять. Пятидесяти восьмилетний убийца, путешествующий во времени. Застрявший в теле подростка после неудачного путешествия в будущее с целью остановить апокалипсис. Бум! Я прыгнул вперёд и застрял в будущем. Знаешь, что я нашёл? Абсолютно ничего. Когда это случится? Через восемь дней. Вот дерьмо. Что насчёт апокалипсиса? Зачем он в этой истории? То есть, если вы узнаете, что всему придёт конец, можно же многое изменить и поступить иначе. И в эти восемь дней, каково вам будет находиться среди ничего не подозревающих людей? Атмосфера в том доме очень напряжённая. Слишком многое там случилось. Они перестали быть детьми и вроде как повзрослели. До того, как они распались, им удалось построить друг с другом определённые отношения. Честно, мне кажется, им это было нужно. Чтобы понять, что они за люди. И в итоге они осознали, что нуждаются в друг друге. Ну да, у них были проблемы. И виной тому был их отец. И справиться с этим они могли только сообща. Это история осознания самого себя. И принятия своей сущности. Какими бы ни были обстоятельства, Хейзл в некотором роде любил свою работу. Ему нравилось путешествовать во времени и убивать людей. Но мне кажется, что на самом деле он был в глубокой депрессии. Было забавно играть плохого парня, который не понимает сам себя. Не знает, кто он и чего хочет. Мне кажется, мы надеялись, что когда смотришь на что-то, ну для меня так. Тогда ты осознаёшь, что с тобой происходит что-то новое. Это серьёзный стресс. И это опыт. Он, не знаю, просто... Придает всему смысл. Да. И мне кажется, люди всегда могут выбрать другие пути. Я думаю, все страдают от травм прошлого. И событий, что с ними случались. Чувств, которые их меняют. Они приходят к разным выводам, и в итоге получились персонажи, которые пытаются выжить любыми способами. Взрослые, пережившие трудное детство. Надеюсь, зрители поймут, что мы все так или иначе сломлены и травмированы, но можем справиться со всем вместе, потому что у нас есть семьи, друзья и близкие. Всем большое спасибо за просмотр. Перевод и озвучка – Енот и Влад Ленин.